Большая часть россиян заявила об эмоциональном выгорании, ну вот как раз самое время для революции. Революция или смерть. Когда люди выгорают эмоционально, это последствия стрессов, нужно как-то, ну как, да, реализоваться как-то. Как лучше реализоваться людям. В общем, через революцию самый простой метод, самый быстрый, самый эффективный, самый надежный. Надежнее революции нет ничего. Ну, может быть, еще гражданская война, если смотреть на продолжение. Тоже весьма надежно. Как помните, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Вот, это абсолютно точно. И это не стихи, не поэзии, это сама жизнь. А просто показал долю употребляющих спиртной россиян 69% хотя бы иногда. Ну, я знал таких, блядь, лимонадчиков, которые не просыхают. Ты что, пьешь? Ну, иногда. Лучше сказать, что иногда не пьет, да, когда деньги кончились. Ну, я не хочу сказать, что таких лимонадчиков 69% в России. Нет, конечно, процентов гораздо ниже. Но что в России пьянство процветает и стало сокращаться из-за информационного мира. Это да. Но сейчас, видите, опять людей мучают стрессами. Раньше как-то, видите, вот такой золотой век, все-таки, начало 2000-х годов. Там даже 2010-й, 2011-й. То есть, люди поняли весь кайф виртуального мира, компьютеров, информации и так далее. Увлеклись этим фильмешками с пивом и прочее, прочее. Вроде и власть их так не давила. А сейчас нифига. Сейчас какие-то коронавирусы, QR-коды со всех сторон давят, деньги отнимают, сплошные налоги, запугивания и так далее. Поэтому это очень интересно. Наблюдать за этим всем было бы весьма интересно с научной точки зрения, если в этом не участвовать. А если в этом участвовать, то, конечно, как вот тут в предыдущей новости, выгораешь. Россия не ожидают рекордную инфляцию в 2022 году. Ну, так и будет, конечно. Ну, представьте себе, сейчас Путин с Цзиньпином собираются там, общее экономическое пространство, расплачиваться будут юанями, а там инфляция совершенно бешеная. Что же, они будут поддерживать, Центробанк России как рубль поддерживает, будут поддерживать юань, что ли? Конечно, нет. То есть, все улетит в тартарары. Поэтому, конечно, инфляция в 2022 году будет космическая. Можно даже спрогнозировать, когда это случится, чтобы сделать ставки и выиграть деньги. Давайте подумаем, можем спрогнозировать. Я думаю, наверное, это мы оставим на конец января, пока они подведут итоги в 20-х числах, даже с начала февраля, чтобы было понимание, что у них с экономикой. И тогда можем с вами как бы рассчитать. Это будет, конечно, линейный такой, чисто линейный расчет. Но, как правило, они удаются. Продолжение следует...